Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Уважаемые телезрители, ассаляму алейкум! Мы рады вас вновь приветствовать на нашей передаче «По душам». Сегодня мы поговорим с вами о женской психологии. Многие люди задаются вопросом «Вообще, чего хотят женщины?» Это тема нашей сегодняшней программы «Будьте с нами!». По мнению многих современных психологов, самое первое, что необходимо женщине — это чувство защищённости. Она, кажется, уже с самого раннего детства мечтает о том, чтобы чувствовать себя в безопасности. Безопасность — это состояние защищённости жизненно важных интересов. От внутренних и внешних угроз. Для женщин в особенности важна безопасность, благодаря которой она сможет проявить все свои лучшие качества в семье. И многие люди иногда спрашивают, ну как вообще понять женщин? Почему их трудно вообще распознать, что они чувствуют? И иногда порой бывает даже так, что женщины сами не могут точно определить, что с ними происходит. Ответ кроется в особенностях мышления женщины. Как известно, психология мужчин и женщин различается. И давайте вместе с вами посмотрим некоторые из особенностей психологии женщин. В психологии женщины и мужчины есть существенные различия. Психология женщин, например, при общении и отношениях с другими эмоциями преобладает над разумом. Они могут отобразить десятки оттенков самых разных эмоций. В происшедших событиях женщины иногда выражают свои личные отношения тем, что принимают все близко к сердцу, стремятся помочь близкому или посочувствовать. Поэтому порой так сложно успокоить женщину, когда у нее всплеск эмоций. Женщины могут чаще менять выражение лица и выражать множество различных чувств. Психология женщин обладает большой гибкостью, потому что женщины могут перевоплощаться, и это позволяет им приспособиться к измененным ситуациям, к новым условиям и обстановке. Что самое интересное, иногда женщина говорит одно, а чувствует и думает совершенно другое. И она как бы дезориентирует, уже непонятно. Вроде бы она говорит одно, а имеет в виду совершенно другое. В таких случаях очень помогает наблюдение. К примеру, наблюдая за поведением женщины, можно задаваться таким вопросом. А для чего интересно она это делает? Или для чего она вот это вот, допустим, сказала? Ответив на эти вопросы, вам будет легче понять чувства женщины. Как понять чувства женщины? Интерес к мелочам развивает наблюдательность женщины. Например, они умеют по мимике, взглядам, жестам понять человека и очень быстро. В этом состоит секрет их тонкой интуиции. Большая наблюдательность женщин раскрывается в жизненных ситуациях. А вот в стрессах, опасностях, она просто теряет почву под ногами. И характерна быстрая смена настроения, проявление чувств и подвижность. А в мужской же психологии все наоборот. Обычно мужчины, что говорят, они то и имеют в виду. Но в таком случае действительно очень затруднительно понять, что имеет в виду женщина. И поэтому вашему вниманию мы предоставляем некоторый список потребностей, в которых нуждается женщина. Психология женщин раскрывает пять основных потребностей в семейных отношениях. Первое – это забота и нежность. Второе – чувство защищенности. Третье – возможность поговорить. Четвертое – посвященность семье. И пятое – честность и открытость. Как известно, женщины очень эмоциональны. За это отвечает специальная зона в мозгу. Но также они очень общительны и очень любят много разговаривать. И по статистике в день, в сутки женщине, оказывается, нужно проговорить около 14 тысяч слов для того, чтобы хорошо себя чувствовать. У женского пола больше развиты вербальные способности, поэтому женщину можно часто застать беседующей по телефону, общающейся с подругами и так далее. Если женщинам нужно проговаривать много слов, чтобы хорошо себя чувствовать, то мужчинам в это время нужно гораздо меньше слов проговаривать в течение дня. Тем не менее, именно ее эмоциональность позволяет ей хорошо разбираться в чувствах и в состояниях окружающих ее людей. К тому же, она до мельчайших подробностей может очень грамотно и уютно обустроить ее окружение. Каждая женщина в душе немного ребенок. Иногда она ведет себя, как маленькая девочка. И когда, допустим, вы на нее злитесь или кто-либо, допустим, на нее ругает и так далее, она очень часто ведет себя по-детски. Для женщин также очень важно, чтобы вот ее внутренние чувства, о которых она говорит, возможно, о которых упоминает, чтобы вы как-то немного прислушались к ним и не считали это чем-то неважным. Возможно, может показаться, что это неважно или в принципе можно без этого обойтись. Но если в данный момент женщина, допустим, ваша жена затронула эту тему, то это непременно для нее очень важно в данный момент. Женщины придают огромное значение эмоциональной стороне отношений. В частности, практически для любой женщины важно, чтобы окружающие ее люди делились с ней своими чувствами и переживаниями. В особенности она хорошо себя чувствует, если видит, что ее труды оценивают, что она очень нужна и полезна. Это придает ей чувство значимости и повышает старательность во благо семьи. Многие современные женщины, конечно же, осознают тот факт, что очень большая ответственность возложена на их плечи. И это нужно сделать, и то нужно успеть, и мужу нужно угодить, и свекрови нужно угодить, и за детьми нужно присмотреть. Все это откладывает отпечаток на том, что она очень сильно устает. И в такие моменты многие женщины делятся своими впечатлениями и говорят, что им бы очень хотелось, чтобы кто-либо это оценил и сказал бы, например, «Ну какая ты молодец! Как ты хорошо это сделала!» Порой даже бывает так, что женщина не знает, как принять решение. К примеру, она не знает, что ей надеть. И зачастую, когда она советуется с мужем по этому поводу, подходят и спрашивают, например, он, возможно, реагирует на это без внимания и обычно говорит «не знаю». Но дело в том, что у кого она еще спросит, если не у мужа, и в такие моменты она теряется и не знает, что ей делать. Все дело в том, что по природе женщины в глубине души чувствуют, что в доме принимают решение не они, и поэтому интуитивно спрашивают это у мужей. Поэтому будет хорошо, если вы, даже если вам абсолютно все равно, что она наденет, посоветуйте ей какой-либо из вариантов, которые она вам показывает. Также одной из особенностей женщины, они очень чутки и чувствительны к вашей интонации. Допустим, когда им грубят или как-то резко кричат и так далее, они сразу резко все это близко к сердцу воспринимают. К тому же психологи заметили такой интересный факт. Если женщина сама, допустим, говорит ласковые слова или, допустим, говорит какие-то хорошие отзывы и так далее, на самом деле она хочет, чтобы и в ее адрес, допустим, ее муж, и близкие, и родственники говорили то же самое. В голове у каждой женщины есть желание и мысль, что она самая лучшая для своей семьи, что она единственная и неповторимая, уникальная. Поэтому каждый раз, когда вы оцениваете ее труды, важно дать ей понять, что она самая необыкновенная для вас и вашей семьи. Тогда она будет стремиться стать еще лучше. В общении с женщинами многие люди употребляют не те слова. Оказывается, женщина может переначать и как-то по-своему понять то, что ей говорится. Поэтому давайте посмотрим, какие слова мы обычно употребляем в общении с женщинами и на какие слова их лучше заменить. Внимание на экран. Вечно ты не понимаешь. Я всегда знал, что ты меня поймешь. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Ладно, расскажи мне, что на этот раз случилось? Ну, сколько можно тебе объяснять? Давай расскажу снова. Смотри. Все, хватит. Я устал. Я устал. Понимаешь? Дорогая, я сейчас немного устал. Я обязательно разберусь с этим позже. Я обещаю. До тебе до этого как до горы. Помолчи лучше. Я всегда чувствовал, что ты это обязательно выучишь. Молодец. Немаловажный аспект также в психологии женщины играет ее духовность. Когда женщина стремится к духовности или, допустим, вы поддерживаете в ней это стремление, то тогда она обогащается этими знаниями и становится более спокойной и уравновешенной. Уважаемые телезрители, спасибо вам за ваши письма. У передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». На данный e-mail и номер WhatsApp, который вы сейчас видите на экране, вы можете задать любой вопрос по психологии, и некоторые из них мы разберем в нашей передаче. Логикой понять женщину непросто, но сердцем почувствовать легко. Каждый раз, когда вы общаетесь с женщиной, самое главное — это принимать ее такой, какая она есть. С вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok